Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. 10 декабря 1956 года митрополит Вениамин Федченко вписал монахине Анне Обуховой. «Я обещал вам написать ко дню моего пострига о чем-либо духовном. На вечернем богослужении в домовой церкви пришло мне желание написать свои воспоминания о прошлом, о том, почему я пошел в монашество. Потом я думал, что это немного несмиренно, особенно для монаха, но сердце мое не протестовало против прежде вившегося желания. Не знаю, как это объяснить. Если грех, да простит мне Господь. А если что-либо доброе получится, слава Богу. Вы же при своей снисходительности ко мне утешитесь воспоминаниями, а я и этому буду рад». Это письмо Владыке предваряет одно из произведений, которые составили настоящую книгу. Она вышла в свет в издательстве «Правила веры» и называется «Письма о монашестве. Божьи люди». В эту книгу включены два произведения Владыки Вениамина «Письма о монашестве» и «Божьи люди». В письмах он описывает свое становление в монашестве, показывая, как менялось его понимание монашеской жизни на протяжении более полувека. В части «Божьи люди» Владыка описывает свои встречи с людьми, через которых в течение его жизни раскрывалось как понимание монашеской жизни, так и важнейшего для христианина, желающего жить духовной жизнью. Среди них старцы Оптиной пустыни, старцы Зосимовой пустыни, крымские подвижники и другие. Обратимся к книге и прочитаем отдельные воспоминания архипастора. Прежде всего вспомним, что постриг будущего Владыки был совершен 26 ноября по старому стилю 1907 года в Церкви Санкт-Петербургской Духовной Академии. И вот по прошествии полувека Владыка Вениамин пишет «50-й год монашества. Но иной раз думается, каково оно было. Когда я шел в монахи, то главным побуждением было желание жить ради Бога. Что же я теперь скажу об этом? Говоря правду, эта основная цель всегда была передо мною. Подтверждение этих слов мы найдем в рассказе Владыки, который он начинает воспоминанием того, как впервые узнал что-нибудь о монашестве вообще. «Не помню, — говорит архипастор, — из родных у меня монашествующих не было. Монастырей вблизи тоже. В семье, разговорах о монахах, монастырях не помню. Беседы бывали в доме о житейском. Как бы учиться, кем потом быть? Старший брат мой, погибший в Японскую войну на Дальнем Востоке, в детстве выражал желание быть Пал Васильевичем, фельдшером в нашем округе. Так потом и случилось. Я же всегда хотел быть батюшкой. И это тоже потом случилось. Но о биночестве никто из шестерых детей, ни братья, ни сестры не думал. Впервые я увидел монаха в лице архиерея, проезжавшего вечером через наше село. Это было чрезвычайно красиво, как красиво бывает вечерняя заря. Но архиерей не монах. Архиерей — это что-то божественное, необычное, светозарное. Он мелькнул, как небесное видение, и улетел куда-то дальше. И после редко архиереи казались мне монахами. Были исключения. Архиепископ Феофан Быстров, митрополит Макарий Московский. Мало. Потом в детстве я увидел женский монастырь в городе Кирсанове, где я после земской школы в родном селе учился в уездном училище, вроде теперешней семилетки. Монастырь за белыми стенами, храмы и здания все белые, земли мощеные. Монашки всегда, так их звали тогда, чисто одеты. В храмах тоже чистота, пение не помню. А впечатления от монастыря в душе никакого не осталось, потому что я тогда не интересовался духовной стороной жизни. Не только монашество, но и вообще христианство. Веровал, сохранял, как и все в нашем доме, так и везде кругом церковный быт. А он, как известно, почти не отличался от монастырского, кроме общежития до одежды. В духовном училище и семинарии никто и ничто не увлекало нас к монашеству. Между семинаристами были разговоры о священстве, служении народу, непременно в селах, а не в городах, как теперь мечтают ставленники. В старших классах семинарий многие думали об университетах, институтах. Как видно, отсюда неоткуда было загореться монашеским духом, хотя все мы уважали монастыри и монашествующих. Но сердца своего мы там не оставили. Тогда меня, как первого ученика, назначили в Санкт-Петербургскую духовную академию. Тогда я совершенно не думал о монашестве. Передо мной стоял образ пастыря. И я, если и думал, то о помощнице, имелось в виду даже определенное лицо, что, естественно, при моих мечтах о пастырстве. В таком настроении я попал в духовную академию. Ректором там был тогда епископ Сергий Страгородский, впоследствии патриарх, а инспектором — архимандрит Феофан, о котором я уже упомянул. Вот его образ на нас произвел огромное впечатление. По крайней мере, в смысле поднятия глубокого интереса к религиозности вообще. Но все же отсюда не было мостка к монашеству. И сам он не хотел хотя бы косвенно влечь студентов к нему. И я продолжал, учась, думать о пастырстве. Точнее, даже не думал о нем, а просто учился. Так бы все, наверное, продолжалось, но случилось так, что будущий архипастырь, а тогда Ваня Феченков, не заболел какой-то непонятной и для академического доктора болезнью. Не то малярией, не то тифоидом. Но только он должен был слечь перед Масленицей в больницу. И вот туда пришел навестить больного отец-инспектор. «Как и почему у него родилась такая мысль, — пишет Владыка, — не знаю. Теперь хочу думать, что он имел ко мне внутреннюю симпатию. Приход его был для меня чрезвычайно отрадным. Не помню, в какой связи, но он заговорил о святых отцах, об их важности, необычайной интересности и прочее. «Скоро он ушел от меня и прислал, мне кажется, Яна Лесвичника. Я начал читать и был поражен. В Лесвице раскрывались жизненные и интересные для меня вопросы. Например, как достигнут совершенства христианской жизни мирянам, почему совесть иногда перестает обличать нас, как бороться со страстями, каковы значения и сила монашества. Свет монахов — суть ангела. Монахи же — свет для всех человеков. Это и многое другое узнал юноша, знакомясь со святоотеческими трудами. Чтение этих аскетических творений так сильно подействовало на него, что очень скоро Иван Федченков почувствовал влечение к иночеству, никому не говоря о том. И тогда, как признает сам Владыка, как-то удивительно быстро его мирские мысли и мечты отошли в сторону. В частности, мысли о пастырстве и браке. И постепенно стало нарастать стремление к Богу. Он начал сознавать недостаточность прочих идеалов, хотя бы и в хороших, вроде служения ближним. И во всяком случае ему стало совершенно понятно, что человека ничто не может удовлетворить, кроме любви к Богу. Однако, как отмечает архипастерь, чтение Писания и отцов не дало ему окончательно ясного ответа. Знаменательное, почти чудесное указание пути произошло совсем неожиданно. Когда Иван был студентом второго курса Петроградской духовной академии, он с группой студентов, паломниками поехал в Аламский монастырь. Там юноша встретился с насельником Иоанна Притеченского скита, прозорливым старцем с химонахом Никитой, который прозрел его будущее. Об этом и в последующих затем годах служения и рассказывает митрополит Вениамин в этой книге, в первой ее части. Ну а во второй, как уже отмечалось, он рассказывает о монастыре Оптино-пустынь, о ее старцах, монахах, а также подвижниках, которые подвязались вблизи монастыря. Предваряет автор это произведение такими словами. Оптино. Так сокращенно называли обычно этот монастырь богомольцы. Подобно и Саровский монастырь звали просто Саров. Иногда к Оптиной присоединяли и слово пустынь, хотя пустынного там ничего не было, но этим хотели, вероятно, отметить особую святость этого монастыря. Самое слово Оптино толкует различно, но нам с духовной точки зрения по душе легенда, что эта пустынь получила свое имя от какого-то основателя, ее разбойника Опты. Так ли это было на самом деле или иначе, но посетителям, да и монахам это объяснение нравится больше, потому что богомольцы туда тоже приходили с грехами, искали спасение души. Да и монашеское житие по сущности своей есть прежде всего покаянное подвижничество. Прославилась же Оптино своими старцами. Первым у них был отец Лев или Леонид, ученик знаменитого старца Паисия Величковского, подвязавшегося в Нямецком монастыре в Молдавии. После отца Льва старчество перешло к преемнику его, иеромонаху отцу Макарию Иванову, происходившему из дворян. Про него сам митрополит московский Филарет сказал однажды, Макарий свят. Под его руководством воспитывался и вызрел мудрый Амвросий, учившийся сначала в семинарии, потом были старцы два Анатолия, Варсонофий из военной среды и отец Нектарий. Последнего, а также и второго Анатолия видел я лично и беседовал с ними. Но кроме этих особо выдающихся иноков и настоятеля, и многие монахи тоже отличались высокой святой жизнью. Впрочем, и Оптина славилась на всю Россию именно духовным подвижничеством братья, что связано было больше всего со старчеством и, в свою очередь, воспитывала опытных старцев. О некоторых из них и пишет владыка Вениамин в своем произведении «Божие люди». «Если кто будет исполнять мои заповеди, тот будет возлюблен Отцом Моим, и мы придем к тому и обитель в нем сотворим». Это цель и задача христианской жизни — общение с Богом через благодать Святого Духа. И тогда облагодатствованные люди начнут изливать свой, то есть Божий, свет и на других. Говоря о святых подвижниках, о святых людях, митрополит Вениамин пишет, «Боже, как велики сами по себе и как чрезвычайно важны для других эти святые люди. Пришлось мне встречать в жизни свои так называемых великих людей, но никогда я не чувствовал их величия. Человек как человек, обыкновенный. Но вот когда приходилось стоять перед святым, тогда ясно чувствовалось действительно величие их. Вот это необыкновенные люди. Рассказы о них, а также о монашеском пути и сохранил автор для нас в своих произведениях, которые собраны на страницах этой книги. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова